Здравствуйте! Сейчас я хочу показать вам одну очень маленькую, но очень важную деталь в этой огромной и страшной войне. И я очень надеюсь, что это видео посмотрят граждане европейских стран и политики западных государств. Потому что сейчас я хочу показать, как обход санкций, введенных против России в 2014 году, повлияли на судьбу одного человека. Сейчас мы находимся на свалке автомобилей, собранных с улиц Буча, расстрелянных, взорванных, уничтоженных россиянами. И в большинстве из этих машин, к сожалению, погибли гражданские люди. Но вот эта машина, она особенная, хотя внешне и не скажешь. Здесь на пассажирском месте сидела женщина, ее тело нашли без головы, голова была фактически взорвана. Там находится ее кошка или кот, до сих пор здесь, спустя уже несколько недель после трагедии. Я очень надеюсь, что другие пассажиры, среди которых точно были дети, судя по игрушкам, может быть, супруг и за рулем выжили. Но сейчас не об этом. Здесь сзади хорошо видно, что автомобиль был уничтожен с помощью стрелкового оружия. И от этого погибли люди в том числе. Но интересны не отверстия от калибра 7,62 из пулемета, а вот эти вот раз, два, три, четыре дырки, полученные в результате попадания сюда 30-миллиметровой пушки, которая установлена на российских бронированных машинах. Именно вот эти снаряды фактически взорвали человека внутри. Но интересно здесь другое. Интересно то, насколько кучно и точно велась стрельба. Если посмотреть на выходящее отверстие с другой стороны, то можно сделать вывод, что делалось это не в упор, а с немалого расстояния. И вот у меня возник вопрос, когда я впервые увидел эту машину, которая стояла на въезде в бучу из Гастомеля. Каким образом старая фактически еще постсоветская техника с отвратительно подготовленными российскими солдатами могла стрелять настолько точно? Но ответ мы получили вскоре там, в Ворзеле, где нашими войсками после отхода российской армии были захвачены трофейные машины БМД-4. Эти машины начали производиться и стали на вооружение в 2015-16 годах. То есть уже через два года после начала войны в Украине и, соответственно, после введения тех самых санкций, не позволяющих продавать стране агрессоров военные технологии. Сама по себе БМД-4 не представляет собой ничего суперсовершенного или современного. Это хорошо переработанная БМД-3. Как видите, здесь та самая 30-мм пушка. Но самое интересное здесь система управления огнем, которая и позволяет этой боевой машине стрелять настолько точно и кучно, независимо от погоды, ветра или даже времени суток. Так вот, компоненты и технологии для этой системы проданы Российской Федерации французской компанией Талис. Вот эта тепловизионная камера с абсолютно нерусским именем Катрин FC позволяет наводчику отлично видеть свою жертву с нескольких километров даже ночью. Собирается она якобы на российском заводе в Вологде по лицензии. То есть по французским чертежам из купленных у французов компонентов. И это лишь одна из многих схем, позволяющих западным компаниям обходить эмбарго и продолжать снабжать российскую армию зла самыми современными военными технологиями. Конечно же, не без участия правительств, смотрящих на все это сквозь пальцы. Возможно, просто не задумываясь о том, к чему все это приведет и во сколько обойдется. Причем не только Украине, но и всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok